Мороз и солнце, день чудесный. Вот вы уже скользите на лыжах по снежному насту. Впереди желанная горка. Вы отталкиваетесь и едете на лыжах вниз по склону навстречу свежему ветру и впечатлениям. Как здорово помечтать, что ты здоров и бодр и не изменяешь своим пристрастиям и увлечениям. Пожалуй, восстановить увлеченного романтика может только боль в коленях или других суставах. Но можно ли мечте осуществиться, вопреки своим болевым ощущениям? И какая же болезнь постерегает каждого из нас? Заболевания опорно-двигательного аппарата это наиболее распространенная группа заболеваний не только у нас в Татарстане, в Российской Федерации, но и во всем мире. Примерно 10% от всего взрослого населения, это от 18 лет и выше, они болеют дегенеративно-дистрофическими заболеваниями суставов, такие как остеоартроз. Наша хрящевая ткань похожа на насетку, она состоит из клеток хондроцитов, коллагенового структуры основного вещества. Важнейшими компонентами основного вещества являются гиалуроновая кислота и сложные протиогликановые комплексы. Нити гиалуроновой кислоты пронизывают все пространство хрящевой ткани, та же гиалуроновая кислота обеспечивает смазку поверхности хрящей. Основное направление применения этого оборудования заключается в изучении минерализации костной ткани, или другими словами, для определения остеопороза. Определить минеральную плотность костной ткани теперь можно и в отделении лучевой диагностики медико-санитарной части Казанского федерального университета, в которой установлен новый современный рентгеновский остеоденцитометр. Благодаря рентген-денцитометрии выявляемость остеопороза выросла в несколько раз за последние годы, поскольку такого метода, как денцитометрия, еще 20 лет просто не существовало, 20 лет назад. Исследование, проводимое с помощью этого прибора, называется денцитометрия. Оно позволяет выявить остеопороз, возникающий в силу возраста или гормональных изменений, и спрогнозировать риск возникновения перелома в течение ближайших 10 лет. Уникальность данного оборудования, данного аппарата в том, что он позволяет проводить измерение плотности, минеральной плотности костной ткани позвоночника, нижней части позвоночника в первую очередь, это поясничный отдел, ну и не исключаем и грудной отдел, прямой и боковой проекцией. Стоит напомнить, что 2017 год указом президента республики Татарстан объявлен годом профилактики травматизма и заболевания опорно-двигательного аппарата. Свой вклад в это дело вносят и врачи университетской клиники. Диана Шилова, Леонард Вельсяров, Универньюз.